Друзья мои, всем привет! Очень рада видеть вас сегодня на своём канале. С вами Ольга Придухина. Сегодняшнее видео хочу посвятить теме, ну сколько же в норме должен длиться нормальный половой акт. Действительно, дискуссий много, множество, вопросов множество. Ну вот сколько же? Многие мне из вас пишут, что, Олечка, нормальный половой акт должен длиться 30 минут. Кто-то пишет час, кто-то ещё больше. Так вот, давайте сегодня разберёмся с точки зрения медицины, с точки зрения физиологии. Ну сколько же это нормальный половой акт должен длиться по времени? Это действительно очень-очень важно. Поэтому, друзья мои, обязательно напишите ваше мнение в комментариях. Вот на ваш взгляд, сколько должен длиться нормальный половой акт. Можно просто цифрой, да, в минутах, да. То есть давайте возьмём минуты. Тридцать минут, там, двадцать минут, пять минут, десять минут. То есть вот ваше мнение по данному поводу. Друзья мои, если вы ещё не подписаны на мой канал, я вас приглашаю подписываться, делить ваше мнение в комментариях и задавайте интересующие вас вопросы. Ну что, дорогие мои, давайте разбираться с этим очень интересным вопросом. Очень много дискуссий. Мы как-то с вами уже поднимали достаточно давно похожую тему. Но, тем не менее, сегодня я подняла многие исследования. Причём, знаете, что самое интересное? Эта тема волнует большое количество европейских учёных. Потому что до нашей пандемии действительно выходило огромное количество публикаций по этому вопросу. То есть действительно мир волновала проблема. То есть вот сколько должен длиться нормальный половой акт. Потому что сейчас большое количество разных тренингов, разных курсов, где учат постоянно, как увеличить половой акт, продлить и так далее. То есть действительно проблема такая есть. Соответственно, поэтому мы говорим именно про то, что вот ну как, сколько же в норме должно быть, чтобы нам понимать, увеличивать, уменьшать. То есть норма какая существует данного вопроса. Поэтому давайте вот сегодня мы с вами как раз разберёмся. Вообще, в целом, половой акт нам с вами нужен для того, с точки, опять же, зрения физиологии. И раньше не считалось вообще, что должно быть какое-то удовольствие. Женщина должна получать какое-то удовлетворение. Мужчина. То есть вообще, половой акт нужен был только для того, чтобы наступила беременность. Единственная функция для наступления беременности. Всё остальное это уже пришло чуть позднее. Да, что сейчас мы говорим, что да, должен быть оргазм, надо искать точку G. Женщина должна получать удовольствие, удовлетворение и так далее. То есть раньше была всего одна функция. Это оплодотворение. Соответственно, от этого всё и опиралось. Поэтому, если мы будем на это опираться, то это от трёх до пяти минут. И многие исследования как раз про это говорят. Что нормальный половой акт длится от трёх до пяти минут. Это абсолютная норма. Для того, чтобы женщина, мужчина успели, как говорится, мужчина успел оплодотворить женщину. Всё. Главная функция. Это уже сейчас, да, в более развитом мире мы говорим про то, что да, половой контакт должен приносить удовольствие. И разбираем эти все аспекты с вами, да, из видео в видео. Так вот, исходя из этой цели, то есть я вам сказала нормы медицинско-физиологические, что это 3-5 минут. То есть всё, да, произошло семяизвержение. На этом точка. Друзья, а почему так было? Вы вспомните, да, если вспомнить историю, безусловно, женщины выдавали девушек замуж людям, у которых был достаток, да, договаривались родители. Понятно, что там не было какой-то вот такой любви. О любви писались книги, какие-то рассказы. А в обычной жизни это всё вот так вот было, соответственно, просто. Поэтому, в принципе, про это и не говорили. А для получения удовольствия, да, конечно, половой контакт должен длиться дольше, да. И то есть некоторые исследования говорят про то, что всё-таки это должно быть 10, 15 и более минут. И если кто-то из вас будет писать, что мой половой контакт длится 20 минут, 30 минут, 40 минут, друзья мои, да вы счастливчики, скажу я вам. Действительно, по данным исследования, реально среднестатистический контакт вообще человека, да, не то что в России или в Европе, это как раз приблизительно 5-7 минут. И если ваш половой контакт длится дольше, то вы действительно счастливчик, значит, вы получаете все удовольствия от вашего полового контакта. И действительно, ну, просто вы счастливчик, да. Что я ещё могу по этому поводу сказать. Вот. Поэтому мне действительно интересно ваше мнение. То есть насчёт вот удовольствия, опять же, в принципе, если говорите там сам половой контакт без каких-либо прелюдий, то это в среднем 10-15 минут. Опять же, по данным соцопросов. То есть вы скажете, откуда у вас такая статистика. Соцопросы, друзья мои. То есть можно пройти анкетирование, да, то есть на многих сейчас порталах проводят анонимное анкетирование, где вам задаются вопросы, вы не пишете свои данные, вы не пишете телефоны, фамилии, да, какие-то там паспортные данные. То есть вы просто отвечаете на вопросы. Эти все вопросы входят в статистику. И доказано, что обычно в таком анонимном исследовании люди отвечают правду. Поэтому я думаю, что мы с вами можем опираться на такие исследовательские данные. Мне очень интересно знать ваше мнение по данному поводу. Поэтому обязательно пишите мне его в комментариях. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Не забывайте подписываться на мой канал. И мы с вами очень скоро встретимся в следующих видео. Я вам желаю всего самого наилучшего. Чтобы ваш половой контакт длился столько, сколько вы захотите. Это самое главное. Всех обнимаю, целую. И до новых встреч. Пока-пока.